снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры до последнее время я начал вещать в живую скажем так сразу переключаясь на общение через веб-камеру почему потому что последние события призывают нас быть более живыми это я говорю именно о блогерах и реже вещать не используя веб-камеру почему я так считаю потому что мы должны показывать наши лица потому что мы должны непосредственно соединяться с нашим народом мы не должны себя выделять на мой взгляд даже те азербайджанские блогеры которые на протяжении всего этого времени не показывали своего лица должны перешагнуть через это но не считая тех кто носит понятно понятно погоны и их сама служба обязывает их не быть скажем так на виду все же остальные должны наконец-то именно показать реально свою солидарность народом выставив себя какими они есть это мое мнение но разговор будет не об этом и даже не о том что почту вашего слуги на чем канале вы сейчас находитесь взломали наши армянские оппоненты видимо чтобы хоть чуточку порадовать себя любимых ну что ж ничего секретного они там не найдут разве что многочисленную информацию о себе любимых тем более в общем-то почту я восстановил так что недолго музыка игралась опять-таки как я уже сказал речь пойдет и не об этом моменте в моей жизни речь пойдет о моем ответе на заявление армянских оппонентов а делаю я это крайне редко и не считая нужным отвечать им если честно потому что это отвлекает наших азербайджанских блогеров от основной работы разоблачение армянской лжи но в данном случае я посчитал необходимым ответить при этом я буду отвечать армянам армянским так называемым блогерам журналистам политологам и так далее в лице льва валяна последний его видео творение это смешно звучит даже но тем не менее заставила меня отреагировать потому что в последнем видео творение было собрано на все те гипотезы уже гипотезы которые используют армянство последнее время в связи с боями тире операции до оккупации который проводит азербайджанская армия в карабахе что же это за гипотезы но давайте с вами поговорим и данный так называемый армянский всезнайка лев валян начал говорить ту ложь которая может характеризовать его нынешнее положение психологическое положение как неврастения крайней степени ни для кого не секрет что я семья врачи хотя психологов среди моих родственников не было но тем не менее медики есть медики не так ли я сейчас не буду описывать изменения в его внешности мимики и так далее не в этом дело давайте перейдемте к его высказываниям которые говорят о нем больше чем даже мимика и внешние изменения тем более эти внешние изменения можно заметить у всех представителей армянства багдасаров это молчание у льва валяна некий скажем так некая симптоматика как во внешности так и в поведении у каждого свое ну что ж давайте приступим значит азербайджан напал на мирный жителей карабаха подождите напасть можно на государство не так ли с каких это пор карабах стал государством с каких это пор действия которые совершает сейчас азербайджан можно назвать войной если не существует государство карабах есть некий я бы сказал фантом под названием карабахская республика на азербайджанских землях кстати и если говорить об армии то то тоже фантом потому что государство находится на землях который вначале принадлежали ирану затем они были переданы российской империи это фантом и при этом на эти земли армян переселяли то есть они даже там не жили типичный фантом но речь не об этом давайте вернемся к тем высказываниям которые касаются последних событий в карабахе изрекаемые так называемым всезнайкой львом валяном и в его лице рассмотр продолжим рассматривать умозаключение других представителей армянства значит азербайджан напал на спящий карабах я уже заявил что напасть можно на государство в данном случае это операция до оккупации так как весь мир признают карабах как часть азербайджана то есть никакой войны там не проводится мы не воюем с арменией армения воюет с нами так как ее войска находятся на землях азербайджана армения напала на азербайджан уже хотя бы из того что армянские войска стоят карабахи кто на кого напал второй момент о нападении значит азербайджан напал на карабах тем самым напал как лев валян тихонечко так подводит на армению а кто напал кто первым напал несколько месяцев на буквально считанное время назад в тавузе азербайджан или это сделала армения только пускай армяне внимательно задумаются особенности те кто живут в россии что они сейчас скажут потому что я им напомню слова министра иностранных дел россии лаврова надеюсь они спорить не будут с лавровым кто на кого напал и кто осуществлял провокационные действия это так а если вы совершили провокацию в тавузе то что вам мешало сделать ту же самую провокацию в карабахе при этом важно осветить тот момент что в армении сейчас арестован за службу нас на стороне азербайджана один из крупных военно начальников его обвинять в том что он являлся агентом азербайджана и якобы он сдавал азербайджану многочисленные объекты их нахождения военные объекты это как ну давайте продолжим значит азербайджан напал на спящих представителей армянства они настолько были спящими что пашинян завозил в карабах курдских террористов это же было он завозил туда армян из сирии и ливана неужели он не понимал что он делает я уже задавал этот вопрос но повторю его неужели он посчитал что в этот момент он не осуществляет провокационных действий понимал но делал в дальнейшем данная личность лев валян так же как и большая часть армянства заявляет о том что азербайджан несмотря на на все на все свои силы усилия проиграет как это было тысяча девятьсот девяносто втором девяносто третьем девяносто четвертом году но прежде всего на протяжении девяностых годов как только от вас отходил иван русский солдат с кирзовым сапогом и когда мы оставались с вами один на один вы почему-то бежали это было не раз и не два девяносто второй год девяносто третий год аж дважды девяносто четвертый год городистская операция поэтому не надо говорить именно россия именно грачев ельцин осуществили вам дорогостоящий подарок правда на время и за очень большую цену ценой явилось то что вы стали всего-навсего военной базой и опробованием российского оружия а также своеобразной черной дырой для наворованных денег не спроста именно среди армянства громадное количество воров в законе на территории россии не спроста юг россии практически уже называют северной арменией это же не просто так сами россияне уже так называют правда глумясь над этим высказыванием вы же армяне в открытую об этом частенько любите говорить но это небольшое отступление давайте пойдемте еще чуть дальше что же сейчас происходит и как сейчас азербайджан может проиграть если мы наносили по вам очень болезненные удары несмотря на то что в 90-е годы вы прятались за россией сейчас россия вам не поможет она вам не помощник и за это вы должны благодарить свои же власти которые сделали все чтобы россия сказала стоп русский солдат за вас погибать не будет не так ли интересен также тот момент когда лев валян заговорил о продаже вернее даже не о продаже нет он сказал не продажа он сказал поставки турецкого оружия в азербайджан ну так вот я хочу напомнить леву валяну что азербайджан покупает оружие он не принимает подарки он покупает наличными кэшем он покупает у россии он покупает у белоруссии он покупал у франции кое-что а не только у турции ну так скажите что все эти страны воюют за нас нет же вы говорите о турции а вот россия та самая россия который почему-то лев валян промолчал поставляет оружие армении при этом в кредит который зачастую армения не отдает потому что отдавать нечем не так ли интересно крайне интересно и смешно когда человек говорит об одном и не видит более крупного предмета находящегося рядом с ним рядом с его народом я сейчас даже не говорю про бревно в глазу потому что это нечто большее чем бревно оно в глазу не поместится и они этого не видят давайте пойдемте дальше в дальнейшем в дальнейшем лев валян так же как я уже говорил многочисленные представители армянства решил заговорить о том что война в карабахе это не война толшей лесгин аварцев татов а чья же это война если они являются гражданами азербайджана если они как граждане азербайджана не раз страдали от армянства неужели вы думаете что лесгины кубы допустим забыли как вы вырезали их предков или неужели вы думаете что мусульмане вообще проживающие на территории азербайджана не понимают что в начале прошлого века дважды когда ваши радикалы осуществляли резню на территории азербайджана эти радикалы не разделяли азербайджанцев на татов толшей лесгин они резали мусульман они сжигали мусульман в мечетях неужели вы думаете вы думаете что все об этом забыли армяно-мусульманская резня а вот как она называлась зачастую почему же вы об этом забыли да и в Карабахе залит кровью залит кровью различных народов азербайджана и не только мусульман вы привыкли мерить по себе ведь армения моноэтническая страна конечно же за вас никто воевать не должен вы все народы выгнали со своей территории изгнали их поэтому вам не понять как это толши лесгины аварцы таты русские молок имеется ввиду тем более молоками тем более молоками уж пускай на меня не обижаются остальные русские в одном окопе делят одну пулю на всех вам это не понять и не пытайтесь для этого надо действительно быть азербайджанцем некоторые армяне которые проживали в азербайджане это поняли но их очень мало армяне же проживающие в армении вам даже не стоит пытаться выработать себе это качество понять эту сущность что такое быть многонациональным страной вы и россию не понимаете вы никого не понимаете просто вы всегда были единоличниками вы же особый народ вы в одном лице и арицы и потом киноя хотя это невозможно но армяне это исключение всегда и во всем идемте дальше идемте дальше поэтому не пытайтесь в неочередной раз ставя себя умником что-либо в своих обращениях обращаясь к народам азербайджана говорить кто должен воевать а кто нет не вам судить идемте дальше и перейдемте к следующему моменту речь зашла об эрдогане значит эрдоган подталкивает азербайджан к войне во первых не к войне и не подталкивает зачем подталкивать если миллион беженцев все еще проживает на территории азербайджана да им дают жилье большинство уже имеют жилье 90 процентов да они обеспечены уже необходимым для жизни но это не то это не их родина да родина азербайджан по крупному но это не их земля у них у них есть свой краешек земли опять таки вам армянам это не понять вас слишком часто перегоняли у вас не было толком понятия земли им этим людям не надо этих людей не надо подталкивать они хотят войны то что вы называете войной на самом деле операцию деоккупации я уже объяснял почему это не война воевать можно с государством с фантомом не воюют с опухолью не воюют ее удаляют так же как и фантом в дальнейшем али валян перешел к турции вернее продолжит говорить о турции оскорбляя эрдогана говоря что он гавкает интересно эрдоган гавкает вам вообще не смешно заявлять делать данное заявление если сам путин надеюсь никто не посчитает что путин тоже гавкает заявил следующее что эрдоган великий президент который не оглядывается на нато на евросоюз для него интересы его страны его народа превыше тех рисков которые исходят из данных военных и экономических союзов и он всегда выигрывает в частности в недавних событиях в Кипре как греки угрожали ему вместе с Францией и чем это закончилось в Ливане он что оглядывался на Францию он действовал и сейчас многие армяне в частности бежали из Ливана он что оглядывался на кого-то когда действовал в Сирии единственное кого он извещал хотя бы это был Путин больше никого и то извещал не останавливал свою деятельность извещал что я буду делать так из уважения видимо определенного к Путину по сравнению с другими лидерами страны союзов но поступал он все равно по-своему неужели кто-то сейчас скажет что Путин не прав то же самое можно сказать о многих других лидерах которые восторгаются Эрдоганом никто не смог подорвать экономику Турции никакими санкциями даже пошатнуть Россию пошатнули и мощно а Турцию проблемы начались у тех кто обрушился санкциями на Турцию а не у Турции вот вам простые вопросы кто гавкает а кто реально делает я сейчас даже не смешно сравнивать его в частности с президентом Армении и с премьер-министром которые сейчас гавкают по всему миру как и данный блогер в лице которого я отвечаю всем остальным армянским блогерам это не оскорбление это факт просто факт смешно когда армяне в любом разговоре в любом событии все сводят к геноциду тут же начинает говорить про 1915 год обратите внимание я ни разу не сказал про Ходжалы Лев Валян несколько раз в своем 10 минутном ролике произнес именно геноцид разница кто плачется а кто просто говорит правду вот и все я сейчас не буду говорить о мести за Ходжалы за то что каждый кто имел к этому причастие будет наказан обязательно будет наказан как то так дорогие друзья на этом я пожалуй закончу данное видео подытожить я его хочу прежде всего еще раз поздравив азербайджанский народ с началом операции деоккупации которая закончится только в момент пленения так называемых властей так называемой республики Карабах и в этот момент мы будем праздновать мы будем праздновать дорогие друзья дорогие азербайджанцы и всех для кого азербайджан не просто слово и не просто место на карте мы будем праздновать это будет очень скоро а в отношении армян ну что можно сказать прежде всего еще раз когда вы говорите о том что Турция подталкивает азербайджан задумайтесь над одним вопросом для миллиона беженцев нужно что то чтобы их толкало когда вы говорите о том что азербайджан провоцирует события и начинает войну и начал войну подумайте то что Пашинян начал свозить в Карабах ливийских армян сирийских армян курдов это не являлось провокацией это не являлось практически объявлением войны учитывая что он прекрасно знал что за такие действия будет азербайджан как говорится ответит ему он прекрасно понимал но он действовал поэтому это ваша провокация в кавычках господа армяне дальше я специально сейчас буквально провожу красную линию данного своего видео чтобы армянская сторона больше никогда не посмела говорить и делать столь громкие заявления если вы скажете что Турция поставляет нам оружие и воюет вместе с нами прежде всего опять таки я могу обратиться к словам того же самого льва валяна что нас 10 миллионов зачем нам еще Турция это первое второе не менее важное если исходить по закупкам оружия то мы закупаем не меньше оружия у России и по высказываниям льва валяна и ему подобных представителей армянства тогда выходит и Россия воюет вместе с нами против Армении или это не так вопрос крайне интересный а также Франция воюет потому что кое-какое оружие было закуплено у Франции я сейчас не буду перечислять весь список при этом закуплено за реальные деньги что не скажешь об Армении потому что Армения получает подарки в виде оружия или жал или под жалкие кредиты которые зачастую не возвращаются и несмотря на эти подарки в виде оружия представители армянства еще и грабят Россию да кстати лев валян заговорил о том что мы обвешиваем как то армянский российский народ чуть не было оговорки по Фрейду потому что многие русские становятся уже больше армянами чем сами армяне но дело не в этом мне сейчас что перечислить армян которые грабят Россию список будет очень большой многие рынки на юге России держат не азербайджанцы армяне и что эти армяне делают не обвешивают они честно продают фрукты и овощи не смешите не смешите вот теперь точно все всем до свидания всем пока всегда ваш Сидов Кямран до свидания